Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов. Ответ на один из вопросов, довольно важных. Можно ли заниматься творческой деятельностью по расписанию? Вот абсолютное большинство людей, если вам скажет нет, ну как же можно в себе какие-то гениальные творения, вообще раз на творчество, приурочить к какому-то графику, режиму дня и так далее. Друзья, на самом деле, как показывает опыт многих талантливых людей, можно вспомнить от того же графа Льва Толстого. Вот, вспомните самосовременников наших, которые писали очень много, вот, композиторов, которые пишут по заказу, они могут это делать. Понимаете, дело в том, что любая деятельность, она может подчиняться определенному регламенту, если научиться делать это в системе. Да, с первого раза вряд ли это получится, и со второго не получится и так далее. Но когда постоянно практикуешь и вырабатываешь определенный режим, то все это дело получается. Даже больше того, скажем, организм сам настраивается на правильную среду работы. Стоит только подумать, что наступает время, когда нужно засесть за дело, все сразу происходит, полная перестройка деятельности и головного мозга, и все системы организма. И все настраивается на то, чтобы сейчас начать там действовать. Это же то же самое, что и при тренировке, при физической. Когда вот я сейчас уду на стадион, я знаю, что сейчас буду бегать, ну, десяточку, и уже сейчас у меня из-за того, что я просто понимаю, что это происходить будет, начинается полная перестройка. То есть учащается пульс, перестраивается дыхание. И здесь то же самое, когда идешь работать за компьютером, за машинкой печатной, это раньше не делали, не просто за рукой, не что-то, скажем, подумать на какую-то тему. Если об этом выделены специальные объемы и местные на протяжении долгого времени, то точно так же возникает грехи перестройки уже на подходе к вопросу, к этому уже начинается решение данных задач. Это сто процентов абсолютно. Для меня вот многие современники в этом плане являются примером хорошего. И композиторы, и писатели. И вот, например, я наблюдаю давно с таким писателем, как Дмитрий Быков. Ну, вот тоже человек успевает просто колоссальное количество. Да, спортом не занимается совсем, конечно, судя по его комплектации, в бедной комплекции. Вот. Но я хочу сказать, что он и романы пишет, и на русском языке, и на английском языке. Прекрасные стихи, гражданин поэт, его проект, где он тоже постоянно пишет сам стихи для этого, сам каких-то проекта. Я почитал, я эту стихи, но и он, и как и поэт, и как писатель, и как публицист, и как общественный деятель, и как лектор, и как учитель русского языка и литературы в школе. То есть он успевает абсолютно все. А почему? Потому что подчинен определенному регламенту. То есть человек умеет сесть и делать дело. И любая творческая деятельность подчиняется такой. Конечно, по наитию творить легче. И именно такими моментами, когда такое наитие есть, нужно и начинать оформировать вот этот вот регламент действий. То есть когда все получается, когда хочется заниматься, когда мотивация есть, вот и нужно заниматься не хаотично в этот самый момент, а в системе. Тогда выстраивать такую систему будет намного легче. А успевать будете точно больше. И когда наитие пройдет, останется практика. Практика действия. Механизмы действия. И тогда все будет получаться даже тогда, когда вдохновения, казалось бы, нет. А аппетит приходит во время еды. И стоит начать только действовать, как все начнет дальше получаться само собой. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...